Сельско-хозяйственные ярмарки в мегаполисе начали проводить еще более пяти лет назад. За это время алматинцы сумели не только оценить качество предоставляемой продукции, но и научились корректировать свой бюджет с учетом расценок на таких народных рынках. В эту субботу на площади Астана пройдет первая в этом году сельхозярмарка. Свои продукты привезут более двух тысяч производителей из области. Цены ниже рыночных на 15-20%. Это же потребление от первого лица. Тем более фермер сам выращивает. Стены у них приемлемы. Да? Еще что? И качество другое. Они здесь все перекупают и продают. Три дорогие. Ну, во-первых, там дешевле все. И когда особенно по многому можно купить, то удобно. В управлении предпринимательства Алматы отметили, что проведение ярмарок выгодно не только для покупателей, но и самих производителей. Фермеры с различных регионов Казахстана имеют возможность продать свой товар в большом количестве без участия посредников. Выгодно привозить, сразу реализовывать. Сразу, значит, на руках появляются финансовые средства, которые должны уже идти в оборот будущего года. На эти финансовые средства сельхозтавропроизводители закупают семена, пестициды, гербициды, горючий смазочный материал. Ну, готовятся к следующему сезону. Семья Ардак Беремкуловой занимается разведением скота в Алматинской области более 10 лет. Мясо они реализуют на сельскохозяйственной ярмарке. Женщине удается продать до 500 килограммов мяса. Вырученные деньги семья пускает снова в оборот, увеличивает поголовье скота и закупает корм. У нас свое хозяйство. Мы выращиваем свои коровы, быки, которые очень нам выгодно продавать на свое хозяйство. Начиная с 1050-1300. Смотря вот, например, в задней части, там делится мясо. Здесь у нас все продукты чистые, экологические вообще чистые. Мы каждый раз свои коровы, всегда прививки делаем. У нас все лечится, все в норме. Еще один постоянный участник сельскохозяйственных распродаж – социально-предпринимательская корпорация «Алматы». Цены на плода овощные, такие как картофель, лук, морковь и капусту, установят одинаковые. В среднем от 70 до 90 тенге за килограмм. По пресс-куранту, установленному представителями и участниками ярмарки, видно, что оно на 20-30% ниже, чем на рынках. Поэтому я думаю, что оно выгодно и полезно для жителей города. Стоимость мяса на предстоящей ярмарке не будет превышать 1300 тенге за килограмм. Ожидается, что фермеры из Алматинской области привезут не менее 170 тонн продуктов.